В августе было создано 156 тысяч рабочих мест против ожидаемых 180 тысяч. Об этом сообщило Бюро трудовой статистики США в пятницу утром. Уровень безработицы увеличился и составил 4,4% по сравнению с предыдущей отметкой в 4,3%, которая по прогнозам должна была остаться неизменной. Несмотря на это, согласно последним подсчетам, минувший месяц стал 83-м по счету по росту количество открытых вакансий. Тем не менее, экономисты предполагают спад в октябре-ноябре после того, как ураган Харви обрушился на Хьюстон. На данный момент пара фунта и доллара выше на 0,2% и составляет 1,2954 пункта. Доллар по отношению к японской иене на 0,28% выше и составляет 110,27 пунктов. В центре внимания курс евро и доллара пара снижается и уже пересекла бывшую линию поддержки и ограничены снижающиеся скользящие средние. Краткосрочные позиции будут ниже 1,194 пунктов со значениями 1,1825 пунктов и 1,1785 пунктов. Драгоценные металлы дорожают, стоимость золота продолжает двигаться вверх выше 50-дневной скользящей средней. Долгосрочные позиции будут выше 1,313 долларов со значениями 1,329 и 1,334 доллара. Серебро на 0,78% дороже и стоит 17,66 долларов. С вами была Евгения Мангуби.